Продолжаем изучать Тору. Очень рад вас видеть. Спасибо Всевышнему, что есть электричество. Сейчас многие понимают, что это не просто так. Слова. Спасибо, что есть электричество. Спасибо, что есть интернет. И даже если вы смотрите нас в Америке, тоже не считайте это все задолженное. Потому что когда человек думает, что все так и должно быть, это большая-большая ошибка. С двух сторон. Во-первых, так не должно быть реально. То есть это чудо. Во-вторых, кто-то думает, что так должно быть, он лишает себя возможности радоваться простым вещам. Теперь очень интересно. Пожалуйста, зайдите в Телеграм после урока. Я, значит, нашел, спросил. Мы сейчас сделали такой чат-бот. Минахиму тоже. Спасибо вам. Есть у нас один такой наш друг большой, Минахим. И он сделал чат-бот искусственный интеллект, который ввел все письма Рэбе. Все, что Рэбе писал за жизнь. И теперь можно спросить, что Рэбе бы сказал по какому-то поводу. Я ему задал вопрос по 24-й главе, которую мы сейчас изучаем, Рота Лестия. В чем разница между лесть, искренний комплимент, нюансом? Как Рэбе бы это объяснил? И он мне искусственный интеллект дал такое объяснение, просто сказка. Я перед уроком не успел его разместить. После уроков я как раз размещу его в Телеграм-канале Вайкра и размещу в Инстаграме Вайкра. Так что давайте присоединяйтесь обязательно и очень четко, чем отличается комплимент от Лестия. Значит, праведнику необходимо весьма удалиться от Лестия, чтобы самому не льстить и не принимать Лестия от других. И следует ему быть весьма осторожным, совершая добрые дела, чтобы избежать намерения этим польстить людям, поразить их, произвести на них впечатление. И совершая добрые дела лишь во имя Всевышнего. Чтобы избежать вот этой вот славы и избежать вот этих возможных ловушек, в которые попадает человек, который делает добрые дела, что это может быть как лесть воспринято, да, то автор этой книги, например, он скрыл свое имя. Он скрыл, он говорит, я буду делать все во имя небес. Иначе тяжело, потому что когда ты делаешь какое-то доброе дело, там, или кого-то похвалил, или что-то, то ты по-любому ему дал уже что-то ценное, и по-любому тебе уже положено какая-то возврат. Теперь, если люди тебя возвращают, то тебе приятно, и ты не можешь как бы сказать, мне неприятно. Всем приятно, когда тебя хвалят, признают, ценят и так далее. Так праведники, они боялись, что теперь я буду делать это не ради Всевышнего, а ради просто вот этой вот похвалы, удовольствия и так далее. И они очень скрывали, как бы очень делали все скрытно. Дальше пишет он такую вещь интересную, что «Кто желает спастись от лести, должен удалиться от почестей, потому что не надо льстить тому, кого не заботит от почести. И также следует остерегаться, получать выгоду от других. Многие льстецы льстят тому, от кого надеются получить выгоду. Поэтому тот, кто удаляется от этих двух вещей, от почести и выгоды, спасается от многих преступлений. Потому что многие совершают добрые дела, чтобы получить почести от людей. А это портит все служение человека». Значит, есть очень много разных теорий, что двигает людьми. Есть теория Абрама Слоу, это теория потребностей человека. Есть Фрейд, который говорит инстинкты. Есть Виктор Франкл, который говорит поиск смысла. Я думаю, что все вот эти вот векторы работают. И поиск смысла работает, и инстинкты работают, и потребности работают. Но если максимально все упростить, то всем людям хочется избежать страданий. Это самая простая схема, которая работает, я думаю, в большинстве случаев. Все люди хотят избегать страданий, все люди хотят получать удовольствие. Это очень простая схема. И вторая простая схема, что удовольствие для большинства людей – это признание у других людей. То есть мы все хотим, чтобы нас уважали, признавали. Покупаем себе какую-то одежду, как-то пытаемся проявить себя каким-то образом в отношениях. То есть у человека есть прям вшитая потребность в признании, в уважении. И вшитая потребность в безопасности, в подсознании, в вышлении, в мире очень связывается с деньгами. И поэтому вот эти вот две потребности – почести и выгоды – они есть практически у всех нормальных людей. Говорит нам автор книги, что если у себя убрать эту потребность, сказать, ну, а реально-то, да, мне не нужна почести от людей, мне не нужны выгоды никакая. Мне нужно только быть честным, правдивым и в хороших отношениях с Богом. И я все делаю только ради этого, ради Всевышнего. Но Всевышний сказал, возлюбив ближнего, как себя. Да, я это делаю. Но не чтобы ближний меня там похвалил, да. Вот он говорит, если ты делаешь это, если тебе важны почести, то тебе по-любому добрые дела будут они, как бы их причиной будет не служение Всевышнему, а стремление к почестям. Поэтому он не говорит, не делай добрые дела, или он не говорит, там, относись плохо к людям. Это исключено. Он говорит другое. Он говорит, что если тебе самому не нужны почести и не нужна выгода, то ты можешь работать и зарабатывать. У тебя будут деньги. Понятное дело. Но ты это будешь делать, потому что Всевышний сказал хорошо совмещать изучение Торы с материальным миром, с тем, чтобы здесь улучшать материальный мир. То есть в этом случае, если у тебя ты выключил вот это стремление к почестям и к алчность, да, то, что называется, к выгоде, то тогда ты себе создаешь совершенно другой уровень жизни, духовной жизни. Хотя ты можешь внешне, ты можешь продолжать делать те же самые вещи, но твое намерение будет другим. Дальше он говорит так, что когда я делаю что-то для того, чтобы получить почести от людей или выгоду, это портит все служение человека. И приводит пример. Вот кто-то его попросили, чтобы он вел молитву, да, а он стоит и думает. В курсе у меня приятный голос. Люди наслаждаются, слушая меня. Значит, и получается, он уже не молится во имя Всевышнего, а молится, потому что людям нравится. Теперь дальше. Таковы пути и приемы злого начала. Поступать так при исполнении всех заповедей. Я помню, был фильм какой-то, я смотрел давно-давно, адвокат дьявола он назывался. И там дьявол, он кого-то соблазнял, соблазнял, соблазнял. И тот выставил во всем этом соблазнение, и в конце, в конце он такой стоит, там, типа, ну, он честный остался, там, не поддался к этому соблазну. И тут к нему подходит какой-то человек и говорит, ты вообще молодец, ты праведник такой, ты супер человек. Тот такой стоит, кивнул, и тот, кто ему сказал, он такой поворачивается, и это как раз и был дьявол. Он говорит, значит, ну, если так у меня не получилось его совратить, то почести, типа, ну, это, никто не устоит против почести, против лести, да. То есть здесь он пишет это тысячи лет назад, что злое начало улавливает человека в своей сети, чтобы его действия, даже когда он делает богоугодные дела, казалось бы, да, там, он делает добрые дела, он молится и так далее, то он может это делать не во имя небес. Второе, он пишет, выгода, например, да, если ищет выгоду, то он уже не может того, кто ему дает выгоду, укорять и упрекать, видя, как тот совершает преступление, потому что боится, что его лишат выгоды. И в эту ловушку попали некоторые мудрецы нашего времени, пишет он, тысяча лет назад, он пишет, мудрецы попали в эту ловушку, «Они гонятся за выгодой от народа и льстят ему, чтобы их считали великими, и мало того, что они укоряют за преступления, они льстят народу, сами поступают, как он, и тянутся за ним». Да, лидер, когда он начинает идти на поводу, неу, там, правды, неу, то есть очень важно, вот смотрите, какая вещь. Кто должен был царь в народе Израиля, он должен был все время ходить со свитком Торы, и все его действия должны были быть направлены только выполнением закона Бога. Вот если правит человек такой, богобоязненный, который для него главное это, чтобы все было по-честному, тогда счастлив такой народ. Если же есть какие-то личные выгоды, какие-то борьба за власть, а кто доходит до власти, то какие у кого есть борьба за власть. И мне очень, допустим, лично, ну, среди всех, там, Трампа, нравится, не нравится, неважно, но если почитать всего 9 книг, которые он написал о своей жизни, о своих принципах мышления, он алчный, он стремится к почестям, вот больше, чем Трамп, стремится к почестям и к деньгам, я думаю, в мире, ну, в данный момент, наверное, нету человека, который был бы более алчный и более, и более амбициозный, как бы вот я, да, вот я все сделаю, все. Но, как говорится, на безрыбья и Трамп рыба, да, то есть Трамп, в принципе, ну, он лучше, чем все остальное, то, что нам предлагается, да. Хотя бы предлагается, хотя бы выбор какой-то есть. Дальше он пишет такую вещь, что вот у человека есть то, что на него влияет, это его алчность, стремление к выгоде и стремление к почестям. И оно заставляет его льстить, и на это его легко поймать. То есть, как, например, я же из Харькова, я помню, вот, ну, в Харькове, там, 90-е годы, все, были разные виды афер. И когда ты знаешь, как аферисты действуют, то тебя не поймаешь. Смысл, что аферисты ловили людей всегда на вот эти две вещи, на стремление к почестям и на стремление к алчности, да. Они их всегда ловили, и люди из-за этого теряли свои деньги. Теперь дальше он пишет такую вещь. Человек так создан, что тянется в своих мнениях и поступках за своими друзьями и приятелями. И ведет себя так, как ведут себя жители его страны. И так, как они поступают, поступает и он. То есть, есть еще одна такая внутри прошитого человека система управления, что мы все люди, мы все в детских садах ходили на детство. Знаешь, возьмите за ручки дети и идите. Школа, значит. Мы 10 лет дрессировались думать одинаково. И теперь человек, он по-любому часть системы. И когда он, то есть ему нужно быть частью системы. Поэтому, когда он живет в какой-то стране, у него есть какие-то друзья, он автоматически присоединяется к ним. Поэтому, нужно человеку присоединиться к праведникам и быть возле мудрецов, чтобы брать с них пример. И пусть отдалиться от предыдущих в этом мнении частиц, чтобы не брать с них пример. Об этом говорит царь Шломол. В притчах царя Соломона, мудрящих людей, говорит так. Кто идет с мудрыми, будет мудр. А кто дружит с глупыми, сокрушен будет. То есть здесь, как раз мы сейчас дружим с царем Соломоном. Мы сейчас дружим с автором книги о человеческих достоинствах. Когда ты что-то изучаешь, то ты в этот момент, ты с ним, то есть ты соединяешься с ним. А не следуй за большинством во зло, да, написано. Это повеление, но это тяжело не следовать за большинством. Потому что сколько раз я смотрю, стоят люди, светофор, зеленый свет, например, идти, все идут, понятное дело. Стоят люди на светофоре, красный свет. Теперь, если все стоят, то очень тяжело сделать шаг вперед, потому что ты прям чувствуешь, ну, не одобрение, а как. То есть я-то иду все равно. А не всегда, кстати, я не знаю, у меня как-то очень, я не наблюдал за свой. Иногда я иду, но нет машин вообще, да, нету. Почему не пройти? Но иногда стою. Почему стою? Знаете, когда я стою? Я стою, когда стоят дети. Вот если стоят люди возле, которые возле светофора и ждут, и там есть дети, то я не иду никогда. Почему я не иду никогда? Чтобы не дать примера ребенку, что можно идти на красный свет. Потому что ребенок, не дай бог, побежит, и тогда получится, что он из-за меня, ну, может плохое что-то случится. Но если стоят все взрослые и нет машин, то я часто иду. Потому что, опять же, зависит от того, спешу я или гуляю. Если я спешу, у меня есть какое-то важное дело, которое там связано с заповедью, например, да, то тут можно тогда, как бы, тут идет выполнять заповедь, все, я спешу по божественным делам, значит, не красный свет, не свет. Но если стоят дети, нельзя подвести, взрослые стоят и стоят, ладно. А если гуляешь и нет у тебя никакого божественного дела, так постой, какая тебе разница? Если ты никуда не спешишь, постой на красный свет, побудь с людьми, просматривай людей, дома. То есть тут есть нюансы. В любом случае это важно понять, что как бы ты не размышлял внутри, люди на тебя влияют. Дальше говорит царь Давид, это псалмы, начинается первый псалом, начинается со слов таких. Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых, и на пути крешников не стоял, и в собрании легкомысленных не сидел. То есть он начинает, он говорит, все прекрасно, молиться, учиться. Но если ты находишься в окружении людей, которые нехорошие, то, значит, по-любому ты не будешь счастлив. И дальше пишет автор этой книги. Не оставайся в стране с дурными обычаями, жители которой не идут по прямому пути, но уйди в место, где живут праведные люди, следующие добрыми путями. А если все страны, о которых ты знаешь и слышишь, идут по недоброму пути, или если из-за войны, или из-за болезни, ты не можешь добраться до страны, где добрые обычаи, живи в одиночестве, подобно тому, как сказано, пусть одиноко и молча сидит он, ибо Бог возложил на него это эмо. Значит, тогда меньше общайся. Если ты не можешь уйти в ту страну, где живут добрые хорошие люди, значит, сиди один. А если жители страны настолько плохие и преступные, что позволяют человеку жить в их стране лишь при условии, что он смешается с ними и будет вести себя по их дурным обычаям, уйди в пещеру и скройся в колючках пустыни, но не иди по преступному пути, как сказано, кто был у них в пустыне пристанище для путиков. То есть здесь в советское время были люди, которые хотели соблюдать заповеди. И он уехал, он уехал, убежал в Таштент, он жил в Казани, там в Казани его посадили в тюрьму. Потом он вышел из тюрьмы, но он соблюдал заповеди. И на него начали гонения, там хотели детей забрать в детские дома. И он собрал вещи и... А, его вызвали в КГБ, его и его жену вызвали в КГБ. И он понимает, что сейчас мы перейдем в КГБ, и нас оттуда уже не выпустят. И что он сделал? Он собрал вещи и убежал из дома, а КГБ его же не за что было искать. То есть у него не было никакого такого дела. А когда он исчез, они думали, что он в городе где-то, долго его искали в Казани. А потом сказать, что он убежал, они не могли. Потому что, в принципе, не было на нем никакого преступления, кроме что он соблюдал заповеди. И как-то таким образом он устроился в Таштенде. Потом к нему приехала его семья. И жили они до 1972 года в Таштенде. И в 1972 году переехали в Израиль. Вот. А в Таштенде, потому что там легче было соблюдать Таштен, Грузия, вот эти все республики. Там было легче соблюдать заповеди, чем в культурных городах. Хотя была одна семья, но он добился прямо конкретно, он говорит, в Конституции написано на Советском Союзе, что можно. Значит, я и мои дети будем соблюдать. И он в Москве добился, ходил по всем инстанциям все. Что он и его дети официально абсолютно соблюдали шаббат, соблюдали заповеди. Был и такой случай. То есть мы видим, что тот, кто говорит, ну что могу сделать, и идет по, как все, он прав. То есть он действительно ничего не может сделать. Но по факту у каждого был выбор. У каждого был выбор, и сейчас у каждого человека есть выбор. То, что мы боимся, например, предпринять какие-то действия. То, что мы боимся, что вот, а что завтра будет. Это все недоверие ко Всевышнему. Это все некая система координат, в которую нас с детства запихивали, что кто ты вообще? Без бумажки ты букашка. Говорили. Прям я помню, сколько лет с детства. Мне вот 10 лет человека дрессируют. Вместо того, чтобы сказать ему, что ты, значит, по образу подобию Бога. Значит, Бог всегда с тобой. И все, что если ты идешь по хорошему пути, Всевышний все для тебя сделает. Человеку что говорили с детства? Без бумажки ты букашка. А с бумажкой человек. Все. Чтобы быть человеком, тебе нужна бумажка. И вот сидят люди, много людей сидят сейчас с бумажками, с какими-то там дипломами, да. А работы нету, ничего нету. Потому что, потому что вот поверили когда-то этому обманному, обманному вот этому вот выражению, что без бумажки ты букашка. Хорошо, друзья. Все. Всем удачи и успехов. Мы закончили сегодня с лестью. Значит, поэтому ничего хорошего больше вам не скажу. Шучу. Я сейчас прям туда размещу. Он прям пишет. Вот это лесть, это комплимент. Это лесть, это комплимент. Это лесть, это комплимент. И вы тогда сможете и по отношению к себе, ну как бы определять, где лесть, где комплимент. И по отношению к людям, сами говорить вдохновляющие комплименты, это обязательно. Это один из десяти путей к счастью. Один из десяти шагов к счастью. Комплименты, это у меня по моей системе четвертый шаг к счастью. Поэтому я это так для себя принял к сердцу. Да, я сейчас и в той группе размещу то, что Рэмон сказал. Потому что когда ты даешь человеку искренний комплимент, он может ему жизнь спасти. Да, он без выгоды для говорящего, но тут тоже нельзя так сказать. Потому что когда ты человеку спасаешь жизнь, даешь ему ценное что-то, то у тебя по-любому есть выгода, он тебе благодарен. Там более есть большая разница, да. Так что почитайте. Вайкра, телеграм-канал. Найдите, пожалуйста, подпишитесь. Потому что у нас вся главная коммуникация идет в телеграм-канале Вайкра. Там вы будете знать обо всех уроках, обо всех дальнейших возможностях. Все. Всем хорошего дня. С Божьей помощью завтра встречаемся в 10 утра. Спасибо вам огромное, что вы приходите на уроки. Огромное спасибо таким вот людям, как Домир Партнер, которые партнеры Вайкра, спонсоры Вайкра, которые помогают продвигать уроки. Сейчас я сегодня снял очень классный. Вчера, вернее, сняли мы на котеле возле стены плача. Очень много видео для инстаграм-канала Вайкра. Так что все там, заходите. Очень классное видео. Сегодня вышло видео про молитву. В общем, с Божьей помощью двигаемся по пути Всевышнего. На всех путях познавай Бога, и Он выпрямит все твои дорожки. Значит, должно быть искренняя вера, искренняя доверие ко Всевышнему, искренняя благодарность. Все начинается с благодарности. Счастливо. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.